Здравствуйте, меня зовут Вора, мой канал Ворочка Счет. На сегодняшнем уроке я буду показывать, как я буду делать вот такой обыкновенный бантик, но он будет очень красивый и неповторимый под органзой, так как я вам уже на предыдущем уроке рассказывала, что у меня будет оборочка, и эта оборка будет вот в таком стиле, очень интересный, то есть эти бантики, эти все украшения будут внутри оборки, будут пришиты, и оно очень будет красиво, практично, особенно для маленьких детей, это будет привлекательно, неповторимо и очень стильно. И я вам показываю, как сделать обычные такие цветочки из дополнительных вот таких вот, это самоклеечка-бабочка и самоклеечка-бантик, это будет у меня внутри органзы. Это интересная такая идея, и я вам показываю, как я делаю эти бантики, очень простые и легкие в выполнении технологии этого бантика. Мне нужно вот такой кусочек ткани, квадратик, сейчас я скажу, на сколько сантиметров, на 11 сантиметров, сейчас прошу прощения, сейчас я посмотрю, 12, 12 и 13, 12 на 12, 13 на 12 или 12 на 14, вы можете взять такой квадратик, я здесь нарезала такие квадратики и немножко поменьше квадратики, 11 на 10, и я вам показываю поближе эти бантики, самоклеющиеся такие, но так как у меня было в наличии такие бантики, и я решила вот сделать такой обычный бантик, но он будет очень пышный и очень красивый под органзой. Вот видите, вот так вот оно будет просвечиваться и очень красиво будет смотреться, а главное, оно не будет эти бантики обрываться, они будут внутри и заманчивый такой будет стиль, особенно для детей. Что я делаю? я беру для этого, для этих квадратиков мне понадобится линейка, ну примерно где-то такая мне удобно с этой линейкой работать, так как углы очень хорошо вырисовываются, и вот такой вот, вот такой, ну можно сказать, вот такой диск, вот диск, мел, такие вот кусачки в карандаш, что нам потребуется, и конечно для обрезания, ровного обрезания вот такая вот есть полотно специально, чтобы не резалась поверхность. И что я беру? Я беру, прикладываю вот таким образом и выравниваю диском, выравниваю эти все углы, чтобы была параллельность и ножничками вы так не сделаете ровно, очень важно красивый такой обрез, и вы можете не сильно волноваться за одинаковые размеры, так как чем они будут отличаться эти квадратики, немножко меньше, немножко больше, это будет делать эту вещь очень загадочной. Берете вот так вот, находите серединку, отмечаете мел, мыло такое, шлейное, берете иголочку с ниточкой, я сложила в четыре, вот, крепите вот таким образом, обычный способ, но очень красиво, здесь узелочек с нижней стороны, закрепляю очень два-три раза, чтобы крепенько держалась, и беру вот таким сметочным стежком по этой линии, я собираю этот кусочек, этот кусочек я, линии у нас стежки на сантиметр, где-то примерно пол сантиметра, все зависимости как вы хотите собрать этот, и берете и вот так собираете, аккуратненько придерживаете вот эту часть, и крепите, чтобы не разошлось, чтобы было собрано это, и таким образом у нас получается, видите как она получается, этот бантик, очень просто, дальше берете этот кусочек, эту аппликацию на клею, и выводите иглу посередине этого бантика, посередине выводите иглу, и на 0,2, на 0,3 выводим иглу наизнанку, таким образом, и крепим, и все, и нам больше не нужно, делаем закрепочку, чтобы держалась, и таким образом у нас получается красивый бантик, который мы можем очень аккуратно это сделать, все закрепляем, несколько раз закрепочки делаем, хотите два-три раза, обрезаем этими кусачками, и у нас бантик готов, это очень просто, ручным стежком мы это делаем, закрепили, вот видите, на 2 миллиметра сделали закрепочку, закрепляем с изнаночной стороны, и у нас бантик готов под органзу, и нам нужно таких бантиков сделать где-то штучек 10, и таким образом, мы будем закреплять вот такие прекрасные бантики, штучек 10 мы делаем на этот дизайн, это потрясающий дизайн, и также мы делаем вот с этого бантика аппликации, также мы делаем такой бантик, и мы будем это моделировать, создавать эту красоту, неповторимую красоту, необычную, так как я решила, что этот дизайн будет очень интересный, и у меня появилась идея, я немножко хотела по-другому сделать, но у меня появилась идея, что я эти бантики, сейчас я покажу вам, как это будет выглядеть, эти бантики я буду пришивать карганзе, это будет потрясающий такой вариант, очень интересный, я сейчас приколю, и вам покажу идею эту, вот смотрите, как оно будет, я очень хочу, чтобы вы сделали так же, как и я, потому что это очень такой интересный дизайн, интересная технология, так как это необычная такая технология, я не знаю, может, кто и делал эту технологию, но сейчас я пришла к этому, что будет очень оригинально эта идея для маленьких принцесс, это потрясающий такой вариант, посмотрите, как оно будет выглядеть, вот оно, чтобы вы видели, эта часть будет, сейчас оно, прошу прощения, надо закалывать с другой стороны, вот кончики, чтобы они не выворачивались, это также подсказывает мне технологию дальнейшую, чтобы они не выворачивались, нужно крепить именно по этим концевикам, бантикам, чтобы была такая правильная конструкция этих деталей, и вот эта вот часть будет выкладываться вот таким образом, это по низу, дальше у меня будет идея, это все такие идеи, которые очень-очень они интересные, так как это необычная такая идея, смотрим дальше, то есть между органзой я выкладываю эти прекрасные цветы, и оно будет у меня вот таким образом, это будет оборка, вот смотрите, как оно будет, это потрясающий такой вариант, воздушность и неповторимость, так как это будет, видите, вот эти вот бантики, они будут в середине, и это будет потрясающе, стильное, такой вот неповторимый вариант моделирования и авторской технологии, так как эта технология сохранит эти бантики, просто великолепно, это будет вот эта вот оборочка, Это собрано, это все будет, и эта воздушность будет придавать этому платью шикарность, неповторимость, и маленьким деткам будет очень интересно одевать это платье, так как внутри этой органзы будут прекраснейшие бантики. Бантики можно еще сделать с другой органзы, тоже более цветной, вот такой оттенок персиковый есть, тоже можно сделать бантики именно в эту органзу, и это будет неповторимая такая модель, это авторская такая работа, что я продумываю каждый шаг этой технологии, чтобы было просто и легко это обработать и сделать, и оно выглядело на миллион улыбок и на миллион аплодисментов, потому что это потрясающая такая идея, и каждый, кто будет смотреть на это платье и будет с такой любовью и интересом смотреть на это готовое платье, это будет потрясающая идея, творческая такая неповторимая авторская работа, и мне хочется поделиться с вами, чтобы вы смогли сделать своим деткам, даже взрослым можно сделать такое нарядное красивое платье из такого сочетания органза, сетка, и это будет пышность, нарядность, и невозможно будет смотреть на это готовое изделие без улыбок и без хорошего настроения, это будет поднимать настроение, будет украшать мир вот такими прекрасными творческими идеями, это будет потрясающе, и я с вами поделилась с вашими, прошу прощения, с моими идеями, так как каждый шаг я вам рассказываю, как сделать сначала эти, если сделать, допустим, нафатин нацепить, то оно будет отрываться со временем, не очень, тем более для детей, где-то зацепилось, где-то неправильно повернулись, и эти бантики будут сорваны, а под органзой они будут загадочными и очень интересными такими деталями, и я с вами делюсь пошагово-пошагово, каждый шаг, как сделать бантики, как сделать всю последовательность этого платья, так как все это я в процессе вдохновения, в процессе разработки этих технологий, я не даю вам эскиз, я рассказываю вам свои идеи последовательности, так как верх платья будет из флиса, а юбка будет органза и фатин, это будет потрясающе, но верхняя часть будет из флиса и фатина, так как с фатином также будут сделаны оборки по верхней части, то есть по лифу платья, чтобы ребенку было тепло, и можно было одеть на любую погоду. Все, мои хорошие, я с вами поделилась творческими идеями, и очень хочу, и очень мне хочется, чтобы вы сделали вместе со мной, делайте как я, делайте вместе со мной, и у вас все получится, вы можете купить, я купила для платья 2 метра органзы, 2 метра фатина и метр флиса, и вы можете это все сочетать и сделать своих принцесс очень красивыми, настоящими принцессами, вот с такими творческими вдохновениями. И я благодарю вас за просмотр моего видео, видео «Лорочка счет», и благодарна вас видеть и слышать и читать ваши комментарии, и очень благодарна, что вы со мной, мои хорошие, также, если вам это видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, потому что на моих уроках вы можете узнать и увидеть очень много интересных технологий, упрощенных, и также много идей. Все, мои хорошие, до следующего урока, на следующем уроке я вам буду показывать уже, как я сделала оборку, это я вам показываю, как я подготавливаю эти все цветочки, также я еще сделаю с органзы, абрикосового цвета, может быть, еще сделаю с фатина, но я еще очень хорошо продумаю всю технологию, и как оно будет красиво, это все смотреться, буду все сочетать, чтобы смотрелось необыкновенно и очень стильно, а главное, чтобы понравилось нашим деткам, и мы радовались ихними моделями, и также, чтобы они радовали нас своим присутствием и нашей работой. Все, мои хорошие, до следующего урока, на следующем уроке я вам буду показывать дальнейшую обработку, то, что я разрабатываю и показываю специально для вас, чтобы вы смогли это сделать вместе со мной. Делайте, как я, делайте вместе со мной. Желаю вам творческого вдохновения, хорошего настроения, мира во всем мире и всех благ. Всем пока-пока!